Знакомить гостей с домом-музеем Ленина стало хорошей традицией. Делегация из Республики Беларусь тоже посетила дом, где вырос будущий руководитель советского государства. И с интересом слушала экскурсовода о том, как жила семья Ульяновых в Симбирске. Знаменательно, что визит делегации проходит в год столетия со дня образования СССР. В музее нам удалось поговорить с руководителями ряда крупных промышленных предприятий города Минска, которые, можно сказать, все родом из Советского Союза. Так, среди гостей был представитель Минского тракторного завода, созданного в послевоенное время в 1946 году. Так и различную спецтехнику, в том числе и коммунальную. Вот мы здесь, в Ульяновске, встретились зиму, и наша техника всегда готова прийти на помощь по уборке, очистке улиц. Также на сегодняшний день предлагаем Российскую Федерацию различные виды техники. Традиционная это сельхозтехника, колесная, мощностью от 36 до 350 лошадиных сил. Мотоблоки, мини-трактора. Также можем предложить различные виды спецтехники, в том числе, как я уже говорил, для коммунального направления. Интересно, что в Республике Беларусь до сих пор большинство предприятий государственные, где выпускается качественная продукция. Так, по словам генерального директора «Белкоммунмаш» Олега Быцко, на 99,6% их предприятия государственные. Остальные принадлежат работникам предприятия. Наши троллейбусы есть в Ульяновске. То есть мы их поставили там 9 лет назад. И тогда, уже тогда 9 лет назад, планировалось, что троллейбус должен соединить два берега Волги. Но контактной сети через мост не было. И один из вариантов это было применение троллейбуса с автономным ходом. И мы поставили три троллейбуса тогда. И планировалось, что их дооборудуют системами автономного хода. К сожалению, по какому-то стечению обстоятельств этого не получилось сделать. Но гендиректор завода надеется, что минский троллейбус соединит два волжских берега Ульяновска. Также белорусы посетили ульяновский ТОС «Володарец». Ну, первое, что понравилось, территориальные органы самоуправления делают благоустройство. Для жителей в данном районе, в квартале, где проживают граждане города. Плюс облагораживают спортивные объекты. Даже посещали мы, скажем так, территориальный орган, который создал спортивный клуб, где занимаются подростки и взрослые населения. Благодаря победам во всевозможных конкурсах, ТОС «Володарец» получает гранты на реализацию собственных проектов. Однако в Минске нет грантовой системы, поэтому гостей очень заинтересовали такие вопросы, как кто является грантодателем, как привлечь финансирование на тот или иной проект. Они были удивлены, что всё это делается на государственном уровне, и денежные средства привлекаются из бюджета. В Минске для территориальных органов самоуправления проводятся лишь конкурсные мероприятия. Лучший ТОС получает денежное вознаграждение около 3000 белорусских рублей. Вернувшись в Минск, делегаты поднимут этот вопрос на государственном уровне. Мы на протяжении ряда лет реализуем проект «Минская смена». Это выявление и поддержка молодёжных инициатив. До недавнего времени мы работали с студенческой молодёжью, но вот в этом году решили немножко поменять формат. Почему молодые люди, работающие на предприятиях, сегодня тоже не могут получить вот такую же какую-то поддержку, помимо профессиональной деятельности, ещё реализовать свои какие-то таланты, творческие способности. Первая делегация из Ульяновска побывала в Минске в день 955-летия города, а делегация из Минска полтора месяца назад посетила Ульяновск. Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.